Как быстро переставлять аккорды на гитаре, если ты начинаешь менее своевременно переставлять аккорды в песнях или в музыкальных произведениях? Это частая проблема начинающих гитаристов, и здесь я постараюсь дать тебе подробную инструкцию, что тебе делать, на что обратить внимание, поэтому смотри этот ролик до конца. Для начала общая информация, что тебе поможет. Первое, твоя гитара должна быть подготовлена. Что я имею в виду? То есть должна быть такая высота струн, чтобы играть на ней было удобно. А то некоторые пытаются быстро переставлять аккорды, а надавить на первый лад на какой-то струне у них сил не хватает, потому что гитара реально тяжелая для игры. Если у тебя с гитарой такая проблема, то отнеси гитару к музыкальному мастеру и отрегулируй высоту струны. Я думаю, в большинстве случаев это реально сделать. Значительно сократить время на отработку и перестановку аккордов песни тебе помогут специальные упражнения. Сейчас тебя не буду ими грузить, это отдельная тема. Ссылки на эти упражнения я размещу в описании к этому ролику. При необходимости ты спокойно их посмотри. Допустим, ты начинающий и тренируешь известную песню, пачка сигарет в ней, немного аккордов. Ля минор, до мажор, ре мажор и ми минор. Песня состоит из нескольких элементов. Это, собственно, перестановка аккордов левой рукой, это бой, который мы играем правой рукой и еще плюс партия голоса. Если у тебя проблемы с перестановкой аккордов, не надо тренировать все сразу. То есть ты исключаешь голос и исключаешь полноценную партию правой руки, оставляющую максимально упрощенной. Если ты совсем начинающий и каждый аккорд для тебя новый, то первое, что ты должен сделать, это выработать мышечную память на каждый аккорд. Как это делается? Ты берешь, ставишь первый аккорд и как будто фотографируешь свои ощущения. То есть запоминаешь, что у тебя чувствуют пальцы, что у тебя чувствует кисть, локоть, большой палец за грифом, плечо. Запоминаешь этот аккорд, проверяешь правой рукой просто проведение вниз, чтобы звучало все чисто. И после этого отпускаешь аккорд, но недалеко, чтобы у тебя пальцы остались рядом с грифом и в воздухе держишь этот аккорд и проводишь по открытым струнам. И так ты тренируешь столько раз, сколько тебе нужно, чтобы запомнить, как это звучит. Еще раз, тебе не нужно отпускать пальцы далеко, это бессмысленно. Тебе не надо стараться это делать быстро. Делай в своем темпе, главное, чтобы у тебя не было никаких лишних перенапряженных движений. Поставил, надавил, провел правой рукой. По открытым струнам учишь этот аккорд в воздухе. Также ты поступаешь с остальными аккордами в песне. Естественно, если какие-то аккорды ты уже много раз играл, тебе не надо их тренировать. После того, как ты освоил каждый аккорд, тебе нужно отработать соединение этих аккордов. Допустим, ты берешь из всех четырех соседнюю пару. Допустим, аккорд ля минор и до мажор. Здесь соединение простое, потому что у этих аккордов очень много общих нот. И все, что тебе нужно сделать левой рукой, это отпустить безымянный палец и поставить его на пятую струну, третий лад. Соответственно, ты тренируешь. Опять же, не нужно стренировать это на какой-то большой скорости. Самое главное, чтобы не было напряжений в руке и не было никаких лишних движений. Вот так это будет выглядеть. Делаешь это столько раз, чтобы у тебя рука запомнила, как переставлять эти два аккорда. Дальше переставляешь следующую пару аккордов в песне. Опять же, да, что здесь происходит? Происходит вот этот аккорд до мажор. Потом в воздухе ты выставляешь аккорд. То есть то, что мы делали раньше. Ставишь его, проводишь правой рукой. Делаешь это в спокойном темпе. Главное, чтобы не было зажимов и лишних движений. Тренируешь следующую пару. И также ты тренируешь последний аккорд и первый аккорд. После этого ты можешь играть всю цепочку аккордов из песни. Теперь, после этого, ты для начала можешь добавить партию правой руки. И уже после этого, ко всему этому, добавляешь свой голос. Если было полезно, ставь лайк. Подписывайся на аккаунте. Очень много полезного для начинающих гитаристов. Успехов тебе в освоении гитары и до новых встреч.